Я работаю в Краснореченске академическое культурное объединение. И там у нас есть драматический театр. И когда из этого театра ушли все хорошие артисты, ну, они не хотели работать за такой маленькой зарплатой, директор набрал театр гастарбайтеров. Коллектив у нас многонациональный. Молдаване, украинцы, узбеки, таджики, киргизи. И все вместе мы русский театр драма. Ой, артисты у нас все хорошие, веселые. Валик Джам, бывший Тамада. Он в любой роли лезет, тост говорит. Вот кого бы ни играл, белоснежка, белка, репка. Всегда тост говорит, дорогие друзья. Давайте выпьем за здоровье, за счастье, за любовь. Даже в отел он выходит и говорит. Дорогая Дездимона, перед тем, как я тебе задушу, давай выпьем за твое здоровье. Души? Бросал на пол, говорит, долгих лет жизни тебе. А Петро, Петро у нас украинец. Он по-русски ничего не знает. Все на своем украинском шпарит. Выходит Д'Артаньян и говорит. Мужкетеры, хлопцы, подлюгами леди отравила мою гарную констанцию. Так на честь и врылах вратительцев кардинала, чтобы мы все сдохли, собаки-то подавились оголушками. Театр у нас небольшой, но все спектакли очень хорошие. Например, Шерлок Холмс. Сидит Шерлок Холмс в юртах, Играет на дутаре, поет я Шерлок Холмс. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я самый лучший детектива. И тут бегает собака Баскировля и говорит. Давайте выпьем за здоровье, за счастье, за доктор Матсон. Миссис Хатсом подходит и говорит. Ой, хлопцы, здоровенки булы. Ну, скільки можно сидеть? Пошли. Пошли есть овсянку с салом. О, или вот этот спектакль «Война и мир». Первый бал Наташи Ростовой стоят графы, князья, вельможи. Выходит Наташа Ростова и поет. «Восточные сказки Балконские мне строят глазки, манит, заманит, а сам на война пойдет». А князь Балконский ей поет. «Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Мы танец живота танцуем! Какой же ты красивый баб!» «Наташа, ты восхитительная наша, ты велик, как кусок лаваша, прекрасный, как люля-кебаб». И тут на Ишапе въезжает Пьер Безухов. Хлопцы, яка гардная дискотека у Наталки Ростовой. А Иша говорит, давайте видим с Наташи за Кутузов и за толстый лев, который писал «Война и мир». «Ой, режиссер у нас такой строгий, запрещает на сцены курить». «Мы с Заурбеком играем лошадь». «Я передний час, Заурбек задний час». Режиссер кричит «А-а-а, почему лошадь курит?» «Я говорю, я не куру». «Он говорит, ты не куришь, а Заурбек сзади курит». «Лошадь вместо того, чтобы курить откуда надо, она ещё с другого места не только кашляет, но ещё и плюётся». «Ой, режиссер у нас на всех кричит, такой строгий. Так, кто играл мышка-нарушка, кто играл яйцо в станте?» «Почему, когда мышка хвостиком ударила яйцо, яйцо дало сдачи?» «Байрат, встань, пожалуйста, Байрат, скажи, вот почему, когда ты выходишь, русский богатырь, у тебя на кольчуге написано «Сниму однокомнатную квартиру». «Ой, но больше всех режиссер кричал на художника, который афиши пишет». «Он говорит, ты что писал, скотина безграмотная?» «Это что за название? Сказка беременной музыканты». «А как ты написал путешествие Гулливера?» «Путешествие голой веры». «И запомни, вишневый сад, сад, пишется с буквой «С», а не «З». «А что это за пьеса Гоголя «Матрас Булба»?» «Стыдно не знать Гоголя, на нем классика держится». «Ну, конечно, у нас бывают проблемы. Недавно хотели поставить сказку «Три поросенка». «Абдулла пришел». «Товарищ режиссер, а мне нельзя играть в свинина?» «Режиссер говорит, ну, тогда пьеса будет называться «Три барана». «А тут еще Фархад учудели, он до театра три года дворник работал. А у нас декорации поставили «Снежная королева». Ну, знаете, да, ледяные дворцы, ледяные скульптуры, ледяные дорожки, кругом лед, все блестит. Утром приходим, все сломано. Сидит Байрат, довольный такой. Задолбался всю ночь лед скалывать. Наши режиссеры нас всегда учат. Он говорит, на сцене надо не изображать. На сцене надо жить. Ну, мы так и делаем. Квартиры дорого снимать. Мы прямо на сцене живем в декорации теремок. Иногда миграционная служба приходит. Кто-кто теремочки живет? А недавно пришла театральный кретинь. Это, а, критик. Он сел, посидел. В смысле, и волосы его посидел. Он так ругался, говорит, почему у вас Винни-Пух в тюбетейке и в халате лезет в дупло добывать плов. А с дупла вылетает пчелка скрипал. Хлопцы, мы вытопим с нашего друга пятачка шкварки. А дупло говорит, давайте выпьем за здоровье, за счастье, за пятачка. Почему, говорит, у вас Ромео и Джульетта не умирают, а женятся? И свадьба идет 40 минут. Где ведь трагедия? Так вот, слушай, человек платил за билет тысячи рублей. Зачем? Чтоб посмотреть, как все умерли. Он может пойти на кладбище и посмотреть, как все умерли бесплатно. Театр должна делить радость, хорошее настроение, поэтому у нас все спектакли хорошо заканчиваются. Например, Анна Каренина. Лежала-лежала. Чувствует беременней. Пошла домой, родила тройню. Театр должна делить хорошее настроение. Он говорит, что вы говорите, вы плюете на классика. Критик говорит, ваш театр надо закрывать. Я говорю, брат, не надо нас закрывать. Мы хотим делить театр, потому что, когда человек делает что-то хорошее, доброе, ему никто не скажет, понаехала тут. Может быть, мы театр неправильно делаем, но мы будем стараться. Он говорит, не получится у вас ничего. Восток и Запад, это разные планеты. У вас, говорит, своя культура, у нас своя. И они, говорит, несовместимы. Это все равно, что сыграть лунную сонату Бетховена. На восточном дудуке. Не получится у вас ничего. Я говорю, начальник, а может быть, получится. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...